А что в Кремле? Кремль мычит в ответ. И ничего внятного не произносит. Песков кричит «я не я, хата не моя, я такое не комментирую». Путин выходит, поздравляет детей с Международным днем защиты детей. Забыв сказать, что в Украине в этот день погибло несколько детей от их искандеров. Что в бункере творится? В бункере творится то, что творилось до сих пор. У них идет своя игра на своей территории. Факты, которые им неприятно говорить по своему телевизору, они о них не говорят. Вот и все. И, конечно, им неприятно говорить, что у них не защищена граница, что у них нет никакой защиты в Белгороде, что какие-то не очень большие силы с украинской территории могут туда проникнуть, днями целыми сутками находиться на этой территории, завоевывать какие-то здания, бомбить какие-то здания ФСБ, каких-то там военных и так далее. То есть это для них неприятно, поэтому они просто игнорируют это дело. Это обычная история. Путин, ведь вы же всегда знаете, когда у Путина что-то не так идет, не по плану, как ему казалось, он просто отмалчивается. Он просто ничего не говорит. Лодка Курск тонула, он там три дня молчал, а потом через две недели, когда его спросили, что случилось? А он говорит, ну что, утонуло. Да, и все. Вот его ответ. В этом смысле ничего не поменялось. Хотя, кстати, на атаку беспилотников он отреагировал. Да, конечно, отреагировал. Да, это было странно, потому что, так сказать, у тебя это атакует Москву, а ты идешь в какой-то культурный центр. Какой-то культурный центр вместо того, чтобы, я не знаю, выступать с заявлением по телевизору, собирать Совет Безопасности, собирать Думу, Совет Федерации, еще чего-то. Это довольно странная реакция. Но, с другой стороны, мы же понимаем, что это реакция от того, что они растеряны, потому что ПВО не работает. И Путин, значит, выходит и говорит, ну, ПВО сработало в штатном режиме удовлетворительно. Это, значит, плохо сработало, потому что, ну, если летают беспилотники, то как они вообще долетели куда-то? Да, потом, конечно, их сбили. Но сам факт того, что эти беспилотники летают над Москвой и над Подмосковьем, это уже факт, что там проблемы у них есть. И проблемы, кстати, не только ПВО, это проблема безопасности, это проблема Федеральной службы безопасности, это проблема ФСО, это проблема других спецслужб. Вот, и на это, ну, чего, ну, вот он блеел, там, 6 минут 40 секунд, значит, чего-то там пытался, и опять, значит, нарративы, что вот, там, Украины нету, и вообще все переложил опять на Украину и так далее. Ну, в этом ничего нового нет, так сказать. Он говорит, как попугай то, что ему надо говорить, потому что у него выхода никакого нет, он же себя загнал в тупик, он же самоубийственное решение принял. Вот, потому что мы с вами уже это обсуждали, у него есть выход другой, конечно, у него есть сказать, что я ошибся, извините меня, да, я вывожу войска, прекращаю войну, так сказать, выплачиваю по рации, а сам себя сдаю в Гаангу. У него есть выход взять пистолет и пустить себе пулю в лоб, тоже выход, да, но признать ошибки он не признает никогда, поэтому он, вот он и говорит, как заведенный, как магнитофон повторяет опять свои нарративы. Вот, но, кстати, для внутреннего потребления, для мобилизации какого-то там населения, они использовали это дело, потому что, кстати, вот в отличие от истории с беспилотниками, которые удалили по Кремлю, беспилотники, которые били по Москве, очень активно комментировали все. Пригожин прокомментировал, и Соловьев, и Скобеев, все прокомментировали, вот, и причем все, они же говорили как, вот видите, Украина, вот, ну где у нас там это Министерство обороны, потому что украинские беспилотники у нас уже летают вот здесь у нас, да, но они все говорили, это же ведь украинские беспилотники, да, вот видите, вот Путин же вам говорил, что Украина хочет нас убить, и вот подтверждение, вот ее беспилотники летают. Это вы здесь сидите в Киеве и говорите мне, а где написано, что это украинский беспилотник, вот где у вас этот знак качества, что сделано в Украине, да, где у вас там, я не знаю, там, радарные всякие там какие-то подслужки или подсмотры, что вот этот беспилотник прилетел из Украины. Ничего нету, это вы просто, так сказать, выдумываете, высасываете из пальца. Но люди, которые смотрят этот телевизор в России, они таких вопросов не задают. Сказали, что это прилетело из Украины, они видят беспилотники, и все, они это едят один в один, они не заморачиваются, они сидят с пивом и с попкорном и, значит, вот видят, что Украина бомбит. Причем, обратите внимание, вот с вашими коллегами мы уже немножко обсуждали эту тему, они говорят, ну, они же вот поймут, что это ответ на то, что вот мы на них, а теперь вот от них прилетело. Да ничего они не поймут, они ничего не понимают. Им вот сказали, что это украинские беспилотники, и они возмущаются, а как это так, украинские беспилотники к нам прилетели. У них нет, у них когнитивный диссонанс у большинства людей, которые поддерживают Путина, потому что его нельзя не поддерживать, если у вас нет когнитивного диссонанса. То есть, грубо говоря, если вы не стыкуете вещи там с причинно-следственной связи, если вы не делаете, потому что если вы делаете причинно-следственные связи, то вы не можете поддерживать Путина, потому что все, что делает Путин, это либо плохо, либо достигает противоположных целей. И вы давно уже антипутинец. Если у вас есть голова, если вы можете рефлексировать. Сергей, может, главной целью было все-таки предупреждение, показать Путину возможности, понимаете? Есть же данные, что на самом деле дроны, скорее всего, летели на царское село Нового Огарева. И Путин в это время там и был. Можно это было целью? И идут дальше, говорят, что это настолько его напугало, что даже вот эти шесть минут бреда, о которых вы говорили, произносил его двойник Удмурт. Шетельман там вообще целую теорию разобрал и доказательную базу привел, что это именно Удмурт был. Нет, я слушал, кстати, эту передачу Михаила Шетельмана. Меня она заинтересовала. Я специально взял передачу. Во-первых, он там много неточностей, потому что этот двойник говорил три минуты. Он говорил не три минуты, а шесть минут сорок одна секунда. То есть ровно в два раза больше, даже чуть больше раз. Во-вторых, я внимательно очень посмотрел. И то, что Михаил Шетельман сказал, я с этим не согласен. Потому что это был настоящий Путин. Кстати, мое подтверждение, что это настоящий Путин, он подкашливал постоянно. А вот когда Путин подкашливает, это настоящий Путин. Это я для себя вывел такой аргумент и такое замечание. Там кто-то говорил, вот он там бесился. Ничего не бесился, он тихо, спокойно, как всегда говорил. Это был абсолютно Путин. А то, что он на Удмурта похож, а это давно уже... Вот чем старее Путин, кстати, тем он больше. Вот у него черты такие восточные проявляются. Потому что Россия, ведь мы же там пять веков ходили под татарами и монголами. И в российской глубинке очень много. И у нас есть свои народности какие-нибудь на севере, в Сибири, на Дальнем Востоке, которые все азиатские. Так что в этом смысле понятно было давно уже у Путина, что у него кровь нечиста, что он не ариец с точки зрения русских фашистов, например. Что он не чистый, что он не блондин голубоглазый, хотя он, в общем, русый и сероглазый. Но что у него эти самые ямочки... Не ямочки, вернее, а как это называется? Скулы. Скулы, да. Вот у него скулы азиатские совершенно. И чем дальше с возрастом они у него, тем больше проявляются. Дальше что там еще? Ну и они же все говорят, что это Украина. И их нарратив в этом смысле предсказуемый. Ничего нового они нам не скажут, потому что иначе надо признавать, что все идет не по плану. Целить вдачу Путина могли? Да, конечно. Я так думаю, что основная цель этих... Потому что нам же показали, там было порядка семи или восьми ударов, и все они вокруг дачи Путина, Медведева, Шойгу. То есть вот все это в том самом месте, там на Рублевке, между Рублевкой и Ильинским, где вот они все проживают и где находятся все их дачи. Даже не дачи, а резиденции, потому что они там живут. Они же не живут в Москве. Они живут в своих дворцах, которые там находятся. То есть это... Вот это, кстати, к этому никаких нет претензий. Потому что это была абсолютно легитимная цель. Это центр принятия решения. И вот эти дроны, которые туда прилетели, никаких проблем нет. Проблемы были у тех дронов, которые где-то в Москве упали, там на Просоюзной, там в Ясенево, еще где-то. Хотя, может быть, целились в Нарышкино, в СВР целились, может быть. А они просто там не долетели, немножко их сбили, пока они летели к этому самому, к Ясеневу, к сабквартире СВР. Редактор субтитров А.Семкин